добрый день дорогие друзья я начал помимо стихов выкладывать ролики с историями из своей личной практики или истории моих друзей приятелей знакомых клиентов эти истории насколько я понимаю найдут свою аудиторию потому что сейчас период нашей частичной самоизоляции появляется достаточно много свободного времени в наше непростое время когда из телевизора интернета идет напряженность хочется найти уголок чего-то хорошего доброго знаете очень хотелось бы мне вам рассказывать только какие-то красивые хорошие истории с прекрасным ярким добрым финалом но увы для того чтобы у людей была какая-то практика и понимание того чего делать нельзя нужно рассказывать истории и с плохим финалом вот одну из таких историй из своей личной практике я хотел бы сейчас рассказать друзья мои очень вас прошу каждая запись ролика занимает определенное время не сочтите за труд дать мне обратную связь понравилось или не понравилось от вас это потребуется порой менее одной минуты если написать какой-то отзыв поэтому поставьте пожалуйста лайки или дизлайки если вам что-то не понравилось это дизлайк если понравилось то поставьте палец сверх лайк буду напоминаю что буду отдельно признателен за подписку для каждого нового подписчика я сразу же подписываюсь на канал этого человека взаимнообразно давайте создавать на канале добрую дружескую атмосферу это хотелось бы чтобы это было то место в виртуальном мире куда хочется приходить с удовольствием как другу доброму в дом и так история очень тяжелая она даже по мне очень тяжелая и трудно принимаемая с точки зрения нормального обычного человека эти вещи тяжело принимать история началась примерно года четыре назад однажды мне позвонила женщина девушка и около тридцати лет она попросила о содействии откуда на мой телефон узнала уже сейчас не вспомню но каким-то образом совершенно случайно узнав о том что я был на нескольких битвах экстрасенсов я каким-то экстрасенсорным способностям отношусь сам с большой долей скепсиса поэтому стараюсь к этому относиться с некой долей иронии хотя эти вещи сложные тяжелые вы к сожалению реалистичные и так ко мне обращается эта девушка с просьбой прийти к ее подруге у подруги онкология четвертая стадия я не могу в такой ситуации отказать просто в просьбе да еще не понимая в чем там дело и в чем может быть мое участие я пришел по оговоренному адресу который она мне сбросила на телефон меня встретил муж этой женщины чтобы было понятно атмосфера следует сказать что эти люди были определенной национальности все-таки та или иная национальность определяет формирует определенный колорит в интерьере безусловно в кухне в каких-то иных национальных особенностях в поведении эта женщина армянка муж у нее первый был русский он не был он есть у нее двое детей одному ребенку было пять лет второй было 17 лет меня встретил ее новый муж он сам из грузии из какого-то наверное правильно сказать какого-то горного селения не знаю называются ли они у них аулами наверное это большего мусульман в общем горное селение но он по национальности армянин поэтому на этой почве они сошлись он очень крепкий мужчина сергей его зовут раньше он занимался борьбой и поэтому телосложение такое борцовская крепкие высокие статный меня вместе с этим мужем встретила старшая дочь дочери 17 лет дочь является ключевой как ни странно фигурой в этой истории дочь учится на первом курсе педагогического университета но у дочери дцп детский церебральный паралич она плохо ходит но перемещается сама с довольно классическим для этого вида заболевания формой хождения ей не просто дается ходьба но она сама перемещается есть определенная закостенелость в суставах поэтому на ее походку безусловно люди обращают внимание и определенные сложности с дикцией и с речью но поскольку учится в университете в педагогическом раньше был институт сейчас университет то понятно что девочка не глупо муж мне в двух словах обозначил ситуацию сказал что жена уже полгода не встает с постели что и была сделана операция что они хотели бы узнать что по моим ощущениям можно сделать в этой ситуации дабы либо продлить ее жизнь либо как-то помочь с болями если есть какие-то возможности которые она испытывает хотя ей давали уже в легкой форме морфий дабы уменьшить боли но она его старалась принимать как можно реже дабы не терять адекватность и не терять возможность общения с близкими она лежала в отдельной комнате большая широкая кровать женщина тот момент было я полагаю что лет 38 наверное она говорила с трудом но нормально то есть сама речь была достаточно чистая просто сама возможность говорить создавала у нее определенную определенные болевые ощущения по моим ощущениям на тот момент и оставалось два два с половиной месяца максимум три она сказала можно ли чем-то ей помочь я говорю есть определенные обряды которые облегчают состояние человека находящегося в таком положении но поскольку ей была сделана операция то есть внесено конструктивное изменение в ее физиологию запустить процесс регенерации восстановления практически невозможно нарушена внутренней связи органов можно сделать обряд с последующим сжиганием простыни которые содержат частички ее биоматериала и этот обряд но этот обряд может носить двойственный характер либо наступит быстрый финал и тем самым облегчение и страданий либо наступит облегчение и как правило продлевается срок жизни этого человека но облегчение происходит на какое-то время и продлевается в два в три раза от предполагаемого срока исхода до момента обряда ну грубо говоря если предполагается и три месяца то проживет от пяти до девяти месяцев примерно она испугалась двойственного результата вы сами понимаете что никто у нас из числа живущих не является господом богом и никакой врач не может со стопроцентной гарантии обещать и гарантировать результат исхода операции у каждого врача у каждого хирурга у меня несколько близких друзей врачей у каждого из них есть свое маленькое кладбище поэтому сейчас наверное многие осудят но не судите да не судим и будете потому что в такой ситуации человеку всегда хочется помочь имеющимися у тебя возможностями знаниями способностями и какими-то иными нюансами когда мы начали с ней разговаривать я задал ей прямой тяжелый вопрос к и говорю вы знаете вот есть ощущение того что вы прибегали к магическим обрядом обрядом черной магии от вас идет некротическая энергетика она говорит вы правы я горит себя за эту виню я она говорит я много раз делала обряды в том числе на мужчин на кладбище и говорит у меня в жизни сейчас осталась только одна цель и эта цель это уже мой комментарий эта цель страшная она говорит я хочу сделать все чтобы мой муж отец моих двоих детей двоих дочерей умер в страданиях умер в страданиях и говорю чем же вам так насолил она говорит он отнял у меня младшую дочь который пять лет и несмотря на то что они живут в одном доме напоминаю это пятиэтажка по моему там три или четыре подъезда она горит я свою младшую дочь не видела два с половиной года представить насколько это страшно когда мать прикованная к постели находящие находящиеся реально на смертном одре не видит два с половиной года свою маленькую дочь которая для любого родителя является отдушиной радостью и источником сил источником энергии у нас крайне много зависит от психоэмоционального состояния и лишать матери возможности общаться со своей маленькой дочерью но это страшно и кощунственно я спросил по какой причине такая ситуация возникла она сказала что он ее при ревновал не признает отцовство к своей старшей дочери у которой дцп и с ней они не общаются вы знаете каково было мое особое удивление когда разговор вмешалась вот это вот старшая ее дочь 17-летний у которой дцп которая с невероятной злобой и жестокостью начала отзываться об отце о том что он лишает возможности общаться с сестрой о том что он ее ненавидит и она ему искренне желает смерти и спрашивала у меня что можно сделать чтобы он как можно быстрее сошел в могилу я сказал что я это не мой профиль я не занимаюсь причинением вреда я ровно по другую сторону баррикад дальше она призналась о том что по совету и после обсуждения с мамой который лежит на вот на смертном андре сейчас она взяла фотографию отца со злобой со злостью проколола эту фотографию иголками фотография насколько я понимаю была правильная я уточнил эта фотография соответствовала основным критериям и с ней можно было действительно эффективно работать для того чтобы причинить ему вред так вот фотография была проколота иголками с определенным посылом с определенная энергетикой с энергетикой злости злобы это делала дочь это делала дочь у которой есть прямая кровная связь с этим человеком этот фактор усиливает эту ситуацию и дальше на эту фотографию закопала на кладбище и не просто на кладбище а на могиле свежевыротой с именем схожим с именем ее отца то есть все сделал все было сделано очень правильно и это обстоятельство именно это обстоятельство давало силы жить матери которая вот находилась на этом смертном одре страшная ситуация тяжело она была воспринимаема и была невероятная злоба причем злоба имеющая такой знаете отчасти национальный оттенок потому что всячески подчеркивалось что муж русский что армянин так бы никогда не поступил мне сложно это комментировать с большим уважением отношусь к армянам достаточно большая практика общения я понимаю что армян очень часто сравнивают с евреями но я и к евреям неплохо отношусь их безусловно есть за что уважать конечно же могут быть разные эмоции но их есть за что уважать как минимум за усердие за стремление вкушать знания и обладать знаниями тут у них это не отнять поэтому знаете я всегда склонен искать и оценивать ситуацию когда стакан наполовину наполнен чем он наполовину пуст от обряда она отказалась никаких денег естественно в такой ситуации я не брала вообще я для меня материальная сторона в этой области она является совершенно точно не первичной с меня свой спрос поэтому вопрос денег он очень очень деликатный и я далеко не часто к этому прибегаю любая работа должна быть оплачена это правило в этой в этой среде но когда человек не может платить честно не может платить то мастер специалист в области эзотерики до практикующий не имеет права брать деньги вот поэтому хороший специалист всегда если особенно это дистанционно или в процессе разговора всегда когда вы у него спросите сколько я вам должна он в конце должен добавить примерную фразу которая будет звучать так если это вам по силам озвучить какую-то цифру и скажет если это вам по силам или что вам по силам дайте то что вам по силам но у меня есть ролики в которых я говорю ролик называется сколько ли там или а сколько нужно платить экстрасенсу или нужно ли платить экстрасенсу посмотреть я отвечаю на эти вопросы подробно так вот вот она так сказать фабула или суть самого вопроса я когда уходил они были благодарны за то что я ее как-то сумел успокоить мы наверное с ней минут 40 проговорили она поделилась какими-то своими сокровенными вещами беспокойством по поводу дочери и интересовали вопросы что будет с дочерью по моим ощущениям сможет ли она выйти замуж будут ли у нее отношения может ли она доверять мужу вот этому сергею борцу надо отдать должное он был достаточно внимателен к ней и заботлив могло создаться впечатление что он это делает по причине определенной выгоды он не имел на тот момент российского паспорта заработки у него были время от времени но он очень мужественно ухаживал за ней и не гнушался никаких манипуляций с больным человеком и был по отношению к не достаточно заботлив и она очень восторженно говорил о том что она ему очень благодарна когда я уходил они еще раз спросили что по моим ощущениям на что можно рассчитывать по срокам я сказал что не больше трех месяцев к сожалению вот я с этим ушел примерно через два с половиной месяца он мне позвонил сказал что к сожалению она ушла в мир иной и попросил очень прийти прошло либо 9 дней либо 40 дней но скорее всего 9 дней он пригласил к себе они встретили меня с дочкой с 14-летней у них простите не пригласили меня к себе встретили меня вместе с дочкой пришел вечером после работы часов 7 они рассказали какие-то обстоятельства ухода незначительные и их интересовало их интересовал совершенно конкретный вопрос они не могли найти документы документы по по моему по квартире общем что-то из документов которые были необходимы для того чтобы вступить в право наследования может быть завещание в общем документы по квартире и завещание и это было один или два лис . чем какую-то совсем ограниченное количество листов сказали что перелискали все что можно в квартире и нигде не могут найти я посмотрел дал им ориентир в каком месте необходимо искать и в том числе к моему удивлению они не при мне но на следующий день они этот документ нашли хотя он подчеркнул что он совершенно точно в этом месте искал и чуть ли не каждый лист перри перешерстил но вот в момент самой встречи его интересовал вопрос связанный с документами а вот дочь 17-летнюю интересовал по-прежнему вопрос когда же умрет отец смерть отца давала ей шанс на воссоединение с ее маленькой сестрой знаете страшно конечно когда счастье кого-то лежит через несчастье другого человека и не просто через несчастье а через смерть другого человека на чужом несчастье свое счастье не построишь трагедия конечно мать ушла она 17-летняя девушка живет в одной квартире с посторонним взрослым мужчиной которому 40 лет который находится в репродуктивном возрасте одинокий со специфической внешностью безработной мысли могли приходить разные не только у меня но и у окружающих ситуация такая недвусмысленная этому сергею помимо доли в квартире досталось еще и новая машина джип такой паркетник небольшой но новый митсубиши пробег там не больше 5000 километров то есть такая машина стоит в районе миллиона точно то есть понимаете человек приехавший из селения грузинского поухаживал ну надо дать должное они познакомились когда у нее этот процесс только начал формироваться или может быть еще она о нем не знала поэтому они успели там полгода пожить нормально сложно его как-то объективно оценивать потому что очень много каких-то возникает вопросов об искренности его отношения или могут возникать эти вопросы но на тот момент мало что действительно наталкивало на эту мысль потому что и к ребенку он относился не как женщине хотя в тот момент когда я приходил вот вечером к ней я отдельно с ней в комнате остался и мы с ней какое-то время провели я спрашивал в том числе о его отношении к ней и у нее не было никаких претензий на тот момент и она была очень благодарна ему за за заботу за помощь за поддержку спустя какое-то время может быть полгода после этой второй нашей встречи вечером у них дома он позвонил мне сказал что получил российский паспорт что все они оформили что он устроился на работу грузчиком на большой склад устроился грузчиком и получает в районе 25 тысяч на момент разговора у меня была клиентка которая одинокая женщина которая искала себя мужчину и знаете у меня достаточно богатый опыт сватовства я в этот момент говорю сергей а у вас есть сейчас появилась женщина он говорит нет никого нет это понимаю что это состояние внутренней мужской напряженности она ну не благотворно может сказаться на отношении к его падчерицы ну все может быть да когда длительное время мужчина женщиной находится в одном замкнутом пространстве все может возникнуть несмотря на разницу в возрасте поэтому в том числе и дабы как-то снять эту потенциальную напряженность я говорю сергей не хотели бы познакомиться с очаровательной девушкой которая судя по моим ощущениям вам может подойти потому что по комплекции она фактурная такая крупная а он мужчина не мелкий достаточно обаятельная и не лишенная такой женской уверенности а он мужчина такой знаете большой добрый медведь но немножко такой застенчивый мне показал что может возникнуть вполне новая пара я их свел они стали встречаться и потом пару раз он не звонил и высказывал слова благодарности за то что я помог ему наладить его личную жизнь и далее мы в течение примерно двух с половиной лет может быть трех не контактировали не знаю как у них там развивались отношения с этой новой женщиной но позавчера к моему большому удивлению это такой знаете апогей этой страшной истории страшный но очень бы хотелось чтобы она была поучительной для многих людей у которых мысли по поводу обращения к черной магии возникают мой вам добрый совет я в этой теме совсем плотно нахожусь лет 30 совсем плотно мой вам добрый совет никогда ни при каких обстоятельствах как бы вам этого не хотелось как бы вам не хотелось по разным причинам в результате каприза злости желанием мести воспользоваться этими практиками никогда к ним не прибегайте ибо за все в жизни приходится платить наступит момент когда вы совершенно четко поймете за что вы получили удар но знаете как в библии творите добро добро к вам тройкратно вернется но и зло возвращается многократно к сожалению бывают ситуации когда нельзя ничего вернуть так вот апогей этой истории для меня страшно тяжел мне позвонила эта девочка с дцп не знаю откуда она взяла мой телефон потому что телефон был только у сергея правда еще оставался у подруги мамы которая меня туда привела возможно через нее так вот девушки сейчас я так предполагаю 2021 год сначала хорошим слава богу что у человека с такими особенностями появились пусть хотя бы на время появились личные отношения что она смогла как женщина испытать радость близости это большое дело потому что это снимает определенные только на внутреннюю напряженность но и напряженность связанную с какой-то со сознанием какой-то неполноценности это ее сближает с нормальными обычными людьми хотя она никогда не признавала себя в разговоре с ней никогда не признавала какую-то неполноценность особенность да но не полноценность нет и она мне сначала рассказала что у нее вот были отношения но этот сергей сделал все чтобы эти отношения разрушить но не в этом суть трагедии дальше она сказала что у них радикальным образом испортились отношения с сергеем и по ее субъективному суждению он пытался ее убить принимать это на веру не просто потому что все таки ребенок имеет девушка имеет определенные особи но и не принимать это во внимание тоже нельзя она сказала что она была вынуждена выкупать у него долю в этой квартире в которой она живет а машина осталась у него не знаю из каких источников она смогла найти изыскать средства для того чтобы выкупить у него долю в этой квартире но я понимаю насколько непросто ей было разрешить эту ситуацию со взрослым мужчиной большим не глупым да может быть не образованным но не глупым надо отдать должное ей господь от природы дал большую силу воли но и не в этом трагедия этой истории трагедия заключается в том и по мне она страшная что она знаете перед тем как произнести это вот сейчас говорю об этом у самого мурашки по коже трагедия заключается в том что она помирилась с отцом она она сейчас общается со своим родным отцом и со своей младшей сестрой она получила то что она долгое время хотела но это только часть того чего она хотела а другая часть того чего она хотела она хотела воссоединиться с сестрой когда-то она хотела испытывать любовь и заботу со стороны отца но потом у нее было другое желание и она долгое время с этим желанием жила хотела и делала определенные обряды она желала смерти отцу и и и умерла от рак лёгких там были метастазы другие органы но основная причина была рак лёгких после смерти своей матери вот этой армянки она еще ходила на кладбище и уже на могиле матери просила я допускаю что неоднократно просила забрать отца она просила она просила в очередной раз уже у своей умершей матери просила о смерти ее отца и она на могиле своей матери закапывала и фотографию еще одну фотографию отца и закапывала вещи которые принадлежали отцу то есть вещи содержащие его энергетику трагедия заключается в том что отца рак лёгких то есть мама умерла от рака лёгких и у отца сейчас по какому-то странному обстоятельств та же болезнь вот это к вопросу о том верить или не верить в магию и к вопросу о том что в нашей жизни все весьма непросто над этим можно смеяться над эзотерикой можно не смеяться но это смешно только до тех пор пока ты с этим не столкнешься на своем опыте у меня много таких случаев когда люди отрицали смеялись над смехались над этими практиками практиками и историями но потом придя столкнувшись с этим самостоятельно радикально меняли свое отношение так вот трагичность этой истории заключается в том что это девочка которая познала радость близости с мужчиной а для любого человека первое отношение особенно если они имеют или носят не разовый характер они всегда значимы она со своим молодым человеком встречалась какое-то время насколько я понимаю жила но вот этот сергей ее разрушил ее отношения так вот представляете она мечтала о двух вещах в жизни ну если не брать личные моменты стремление иметь семью точнее иметь ребенка она вот сейчас говорила о том что в общем то она она ввиду того что у нее распались эти отношения по вине Сергея со своим молодым человеком она уже не хочет любить кого-то просто хочет родить для себя ребенка я всячески ее убеждал думаю что придется это делать еще в том что необходимо иметь полноценную семью и для нее должен быть мужчина который сможет ей помочь в период беременности в послеродовой период и отцу нужен ребенок семья должна быть полноценная ребенок должен получать гармоничное воспитание и конечно в идеале чтобы он рос в атмосфере любви и заботы так вот у нее было две мечты воссоединиться со своей родной сестрой и чтобы умер как она говорила сдох отец и вот они сейчас помирились и он о ней искренне заботится помогает проявляет чувство любви и заботы то есть они сейчас восполняют те отношения которых раньше не было и она сейчас хочет чтобы снялась все те обряды все те желания которые она осуществляла для того чтобы причинить отцу фатальную причинить фатальный ущерб чтобы наступила его смерть но сейчас он стал для нее поистине близким человеком и она хочет чтобы все вернулось вспять чтобы то о чем она просила ранее потеряла свою силу и чтобы отец выздоровел представляете вот какая трагичная страшная по сути история поэтому мой вам добрый совет еще раз скажу об этом никогда сами не прибегайте к причинению заочного или очного вреда другим людям всегда за это поплатитесь никогда не желаете зла знаете как в народе говорят слово не воробей вылетит не поймаешь и всегда отговаривайте своих родных и близких от подобного рода поступков действий и манипуляций творите добро и добро к вам троекратно вернется здоровья всем спасибо большое что смотрите мой канал очень надеюсь на обратную связь от вас дайте мне пожалуйста свое мнение по поводу этой истории были ли какие-то тяжелые эпизоды в вашей жизни или на примере ваших знакомых верите ли вы в какие-то эзотерические практики на всякий случай скажу я человек верующий православный в моей жизни было много всего странного чудесного ничем кроме божественным участием я объяснить результаты не могу поэтому если я скажу что я не верю с моей стороны это будет предательство другое дело что в результате длительных каких-то практик в том числе религиозных я пришел к пониманию того что нам совершенно точно не нужны какие-то посредники у нас есть прямая связь с Богом поэтому я стал отделять или разделять веру от религии религия это институт уж простите меня пожалуйста не хочу оскорблять чувства верующих у каждого вера своя но посмотрите мой ролик есть у меня на канале он называется обретение мощи это нормально я частично там высказал свою позицию по одному очень непонятному мне по сути обряду который совершается в рамках православной церкви да и по-моему и католической мне не очень ясен этот процесс не понимаю для чего он нужен по мне он страшен это обретение мощей и то что мы совершаем какие-то отдельные обряды в храме много вопросов много вопросов отношение церкви к какой-то народной медицине к эзотерическим практикам к магии они безусловно все это признают отношение негативное со стороны церкви безусловно безусловно потому что это своего рода защита бизнеса во все времена говорили дайте мне мне бы маленький свечной заводик чтобы каждый день по копеечке по рублю на свечке покупали я хожу в храмы я во многих монастырях был я много отстоял различных служб но очень много вещей в лоно в лоне или в лоно церкви вызывает много вопросов мне непонятно почему к примеру в ларьке который находится в храме стоят ценники но при этом написано все что вы приобретаете является пожертвованием так это пожертвование или это продажа или это просто уход от налогообложения Христос выгонял торгашей из храмов мне странно когда люди покупают в храмах такие истории я слышал да и много в интернете на том же самом ютюбе когда люди покупают золотые или серебряные украшения они не имеют клейма или имеют клейма несут в ломбарды их потом а там выясняется что это не золото такие истории я слышал поэтому много вопросов и мне меня удивляет когда батюшки которые должны нести какое-то смирение стяжание какие-то жизненные уходя от всего мирского уходя там в монахи до я принимаю постриг потом вдруг ездят на дорогих джипах которые стоят по 3 миллиона рублей да многие говорят что это им подарили ну так ли это на самом деле или нет или даже если им подарили ну совесть какая-то должна быть ну продай ты этот джип подарили тебе продай ты этот джип на торгах с аукциона и что-то сделай для своих прихожан ведь многие из них нуждаются никого не осуждаю ни в коей мере просто когда с их стороны идет какая-то огульная огульное осуждение друзья мои в чем виноваты те люди многие лекари целители которые обладают экстрасенсорными способностями а экстрасенсорные способности это просто способности которые чуть более развиты чем у обычного человека в чем же они виноваты те бабушки которые лечат травами заговорами что в этом плохого это наша русская традиция православной церкви русской православной церкви у нас чуть более тысячи лет а как-то до того момента люди лечились когда не было врачей были знахари были целители были травники конечно же были ведьмы но ведьма это от слова ведать да были колдуны которые использовали некротическую энергию энергетику но есть энергия энергетика земли есть энергетика космоса спасибо вам что уделяете свое время просмотру моего канала всего доброго всем здоровья до новых встреч до встречи м до встречи Продолжение следует...